В полости рта обычного человека живет около 300 различных бактерий и микроорганизмов. Они безобидны, пока десны и зубы здоровы. Стоматологи не устают повторять, если хотите продлить свою жизнь на 10 и более лет, дружите с зубной щеткой. И все вот так просто? Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Эта программа «Звоните доктору». Сегодня дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Елена Некорыстнова, врач-стоматолог, директор стоматологической клиники Елена Плюса. Здравствуйте. Мы сегодня будем говорить о здоровье зубов, ну как вы уже, наверное, догадались. Елена Ивановна, я все-таки предлагаю, вот мы с вами, конечно, готовились, у нас есть масса вопросов, но я бы вот для начала спросила вас, какая проблема волнует вас, как врача-стоматолога больше всего? Больше всего меня волнует проблема то, что поражение зубов – это 90% населения, и 10% населения имеет здоровые зубы. Вот, наверное, немножко странно от врача-стоматолога слышать, ну здорово же, у вас всегда есть работа. Ну, врач, наверное, так устроен, что именно во врачебной специальности находятся люди, которые стремятся помочь. Помочь, чтобы был здоровый организм и здоровый человек. Ну, то есть, если мы все будем здоровы, будем к вам на профилактику приходить? Да, совершенно верно. Скажите, пожалуйста, а почему все-таки так много людей имеют какие-либо проблемы со здоровьем зубов? Ну, факторов очень много. Один из факторов, который занимает из 100% 50% – это образ жизни. 25% – это окружающая среда, 20% – это наследственность, и 5% – это медицина. Наследственность в стоматологии тоже имеет место? Да, 20% наследственности – это слабость эмали. Она обусловлена с общими свойствами организма человека. А вот скажите, пожалуйста, почему на первом приеме врач-стоматолог очень тщательно расспрашивает о здоровье всего организма? Нет ли каких-то хронических заболеваний или чего-то еще? Какая здесь взаимосвязь? Ну, это очень важно. Во-первых, врачу очень важно знать основные причины возникновения процессов заболевания в полости рта. А также врачу нужно знать, насколько пациенту будет безопасна анестезия, насколько пациенту будут безопасны те или иные пломбировочные материалы. Это очень важно для того, чтобы был успех лечения. А вообще существует связь здоровья зубов и здоровья всего организма? Организм вообще состоит из органов и систем, и зубочелюстную систему невозможно отделить от организма. Она находится в тесной связке со всеми органами и системами. Поэтому заболевания внутренних органов, они тоже отражаются на заболевании полости рта. Я слышала, что у людей, которые имеют стоматологические проблемы, вот именно эти люди гораздо чаще болеют простудными заболеваниями, гриппом, ОРВИ. Это действительно так? Да, это действительно так. Почему? Потому что, например, заболевание десен связано с нарушением целостности стенки сосудов десневого края, и они являются воротами проникновения бактерий в кровеносное русло. А многие бактерии, которые вызывают кариес в полости рта, они могут поражать, например, сердечную мышцу. Поэтому, когда человек идет на какие-то операции, на госпитализацию в стационар, надо, чтобы у него была полная санация полости рта. Зубная боль нередко может являться предвестником, ну, таким индикатором каких-то серьезных заболеваний. И вот я нашла информацию о том, что причины такой связи на данный момент в современной науке неизвестны. Или все-таки известны? Как это связано? Ну, если смотреть зубочелестную систему, то испокон веков зубы – это были, ну, как бы зеркалом здоровья человека. И если посмотреть, допустим, на стираемость зубов. Стираемость зубов очень плотно связана с заболеванием позвоночника. И иногда, когда приходит пациент, можно посмотреть, с какой стороны, допустим, женщина стаптывает каблучок, с той стороны у нее на нижней челюсти будет более повышенная стираемость зубов. То есть взаимосвязь от пяточки человека до зуба практически может быть прямая. Ну, то есть вы можете осмотреть полость рта и по характеру повреждения зуба сказать, какой именно орган подвергается опасности? Ну, научно уже доказано, что существуют нейрогуморальные связи. И в нейрогуморальных связях цепочки. И в этих цепочках находятся зубы, да. Например, когда мы смотрим на поражение зубов, мы можем определить даже, какой орган страдает. То есть, допустим, четвертый зуб, он отвечает за легкий и толстый кишечник. Он связан с ними. И какое-то поражение зубов можно как бы рассматривать как какие-то начальные даже признаки, ну, отклонения, может быть, функции того или иного органа. Слушайте, ну, это так здорово. Это же можно не ходить на ФГДС, колоноскопию, прийти к стоматологу, и он тебе скажет, что иди полечи кишечник. Ну, да, это было бы очень хорошо. Но, с другой стороны, существует еще масса причин, которые могут способствовать поражению зуба. Если вы опоздали к началу программы, сегодня в нашей студии Елена Никорыстнова, врач-стоматолог, директор стопатологической клиники Елена Плюс. Мы продолжаем разговор о здоровье зубов. И разговор такой немножко неожиданный у нас получился, потому что мы говорим сегодня не о том, как лечить кариес, ну, может быть, еще поговорим, да? А поговорим о связи здоровья зубов и здоровья всего организма. Ну, хорошо. А о чем может свидетельствовать цвет зубов? Ну, в первую очередь, цвет зубов может свидетельствовать о вредных привычках. Ну, о курении в первую очередь, наверное, да? Да, о курении, конечно, в первую очередь меняет цвет в более желтый эмаль. Также злоупотребление чаем, злоупотребление кофе, они как бы изменяют цвет. Цвет зубов может меняться, когда человек, допустим, в более юном возрасте прошел лечение тетрациклином. Зубы тоже могут быть изменены в цвете, потому что химические препараты, которые поступают в организм человека, имеют такую возможность как бы изменять цвет зубов. Раз уж про цвет зубов заговорили, как вы относитесь к различным отбеливающим пастам и методам отбеливания зубов? Кстати, среди них, по-моему, есть довольно агрессивные. Ну, во-первых, если вы хотите отбеливать зубы или убирать зубной налет самостоятельно, все равно нужно проконсультироваться у врача-стоматолога. Врач-стоматолог поможет вам подобрать, потому что толщина эмали, более истонченная эмаль, как бы требует очень осторожного отношения в применении отбеливающих паст, абразивных паст, которые снимают зубной налет. Более агрессивные, чем образуются от пищи. И также отбеливающие пасты, они могут обладать травмирующим эффектом, если у пациента имеется парадонтоз или парадонсит. То есть десневой край, воспаленный, рыхлый, он очень сильно реагирует на применение отбеливающей пасты или зубного порошка. То есть лучше все-таки самостоятельно это не делать? Да, лучше, чтобы это подобрал врач. Под ваши особенности зубочелюстной системы и состояние полости рта. Вот мы с вами обсуждали, что болезнь зуба может свидетельствовать о болезни какого-либо из органов. А может ли быть наоборот, когда проблема с зубами провоцирует заболевание какого-то из внутренних органов? Ну, если посмотреть, то кариес все-таки это инфекционный процесс. И мы уже говорили, что очень многие бактерии, которые способствуют размножению кариеса, поступая в кровеносное русло, разносятся кровью по организму человека. И те бактерии, которые способны поражать, допустим, тот или иной другой орган, они могут проявить себя, допустим, при охлаждении, когда человек переохладился, и наличие грезных полостей в полости рта являются, ну, каким-то таким источником возникновения обострения хронического заболевания. Ну, пришли мы с вами все-таки в разговоре к кариесу. Давайте поговорим об этом, потому что это заболевание, которое знаем мы все. Кариес – это так страшно, ой-ой-ой. И вот кариес – это вообще проблема на сегодняшний день? Его меньше как-то становится или нет? Я считаю, что это проблема на сегодняшний день, и статистика говорит о том, что на земном шаре это пандемия. Даже так? Да. Ну, в детстве нам все время внушали, что кариес случается, если есть много сладкого. Каковы проблемы вот такого огромного количества болеющих сегодня? Ну, относительно сладкого. Сладкое надо кушать правильно. Мы говорим, что сладкое все-таки нужно принимать как десерт, и не в больших количествах. И мы все-таки рекомендуем после приема пищи почистить зубы. Если нет такой возможности почистить зубы, то пополоскать. Ну, как сказать, причина не только, наверное, в сладком. Причина, наверное, еще и в том, что хотим мы, не хотим, у нас все равно страдает как бы гигиена полости рта. И сама по себе гигиена полости рта является основным сейчас ключевым звеном, которое поможет человеку жить без кариеса. Потому что врач-стоматолог выступает только помощником. Остальное, как я уже сказала, 50% – это образ жизни. Ну, а сейчас встречаются публикации по поводу того, что кариес имеет вирусное происхождение. Ну, если честно сказать, кариес сам по себе очень разнообразен. И количество микроорганизмов тоже разнообразно в нем принимает участие. Сейчас даже существует такая теория, что те микроорганизмы, которые помогают нам переваривать пищевой комок, они при большом количестве своем, при большом размножении начинают, простите меня, переваривать человеческую эмаль. Поэтому вопрос стоит в том, что должно быть правильное питание, должна быть, как бы, не повреждена слизистая полость рта, которая будет иметь ворота, принять вирус на организм человека и провести его дальше. Ну, как таковое возникновение вирусной природы кариеса, наверное, все-таки это больше связано с тем, что человек болеет, он не может, как бы, тщательно почистить зубы, он не домогает. Поэтому, как бы, вирус начинает размножаться практически бурно и идет вторичная инфекция. А вторичная инфекция может быть проявлением кариеса тоже. Я еще раз хочу пройти по грани философии науки и мифов. Вот ученые будто бы выяснили, что чем меньше остается зубов во рту человека, тем хуже у него память, а вот как раз нервозность, раздражительность возрастают. Можете по этому поводу что-то сказать? Ну, я согласна. Отчасти я считаю, что когда у человека что-то болит, он действительно будет раздражителен и нервозен. И с таким человеком нужно правильно взаимодействовать. Относительно памяти, ну, как-то здесь вот взаимосвязь, она идет с двух сторон. То есть повторение организма у нас никто не отменял. Это физиология, да? Но по качеству это идет как бы по-разному. И когда человек недомогает, когда он болеет, когда у него появляется немощность, простите, он забывает почистить зубы. Начнем вот как бы именно с этой причины. Другой зависимости, ну, как-то ученые еще не доказали. Мы сейчас на минутку покинем эту студию, узнаем, что произошло в здравоохранении области и региона за ту неделю, что мы не виделись. Затем вернемся к разговору. Более 164 тысяч жителей региона сделали прививку от гриппа. Прививочная кампания стартовала в начале сентября. Пройти вакцинацию можно в любом удобном пункте. Специальной подготовки не требуется. Для помощи старшему поколению в Самарской области работает гериатрическая служба. Особое внимание уделяется развитию системы долговременного ухода, профилактике падений и переломов у граждан пожилого и старческого возраста, а также профилактике когнитивных расстройств. Служба САН-авиации в этом году доставила в больницы более 70 пациентов. Медработники оказывают помощь тяжелым больным, пострадавшим в ДТП, помогают в транспортировке в областные учреждения. В распоряжении службы – вертолет «Ансад» и реанимобили. В регион поступило более 154 тысяч доз вакцины для иммунизации подростков. Юные жители находятся в группе риска из-за множества контактов в школах, колледжах, спортивных и творческих секциях. В медицинских пунктах также в наличии вакцины для иммунизации маленьких детей. Минздрав страны заявил об увеличении доли российских лекарств на отечественном рынке. Это соответствует государственной политике обеспечения национальной лекарственной безопасности и отвечает интересам граждан. Российские фармкомпании наращивают производственные мощности. Стоматология очень стремительно развивается, очень много появляется новых препаратов и оборудования. Скажите, вы работаете уже достаточно большое время. Какие достижения для вас самые значимые в этой области? Для меня, как для врача, самые значимые достижения – это реконструктивная стоматология. Реконструктивная стоматология – это имплантация, то есть возможность создать искусственный корень и запротезировать отсутствующий зуб. Также меня, например, очень восхищает – это замена отсутствующего сустава, височно-нижнечелюстного сустава при каких-то очень серьезных травмах, когда отсутствует фрагмент, допустим, челюсти, и его, возможно, восстановить. И очень мне нравится, что в этой стезе нам помогает интерактивный интеллект, который дает нам точность восстановления, но обязательно нужны будут руки врача, ум врача, чтобы это правильно установить, чтобы помочь восстановить орган. И используются еще такие материалы, которые прорастают сосудами и нервами. То есть это такие вот инновационные способы, которые меня просто восхищают в стоматологии. Ну, для того, чтобы успеть вот за всеми этими новшествами, наверное, приходится вам и вашему коллективу постоянно проходить какое-то обучение? Конечно, обязательно. Это приобретение нового оборудования, это обучение не только работать на этом оборудовании, но и взаимодействовать с ним правильно. Мы сейчас с вами говорили буквально минутку назад по поводу отсутствия зубов и ухудшения памяти. Но, наверное, ведь не только в пожилом возрасте приходится расставаться с зубами. Вот в связи с тем, что вы сейчас сказали, реконструкция и прочее, прочее, легче ли стали врачи-стоматологи идти на удаление зуба? Ведь можно же потом все восстановить. Ну, вы знаете, вот лично я, я как-то больше направлена на органосохраняющие мероприятия. Я считаю, что то, что нам дала природа, пока мы можем только к этому приблизиться. Поэтому то, что мы имеем, это настолько ценно для нас, поэтому в первую очередь нам нужно это сохранить. Поэтому как бы программы профилактики, которые предлагаются в стоматологии, ну, индивидуальные, даже то, что как бы делается на уровне, там, государства, все, наверное, направлено на то, чтобы сохранить то, что дала нам природа. То, что нам ценно и то, что нам, наверное, все-таки больше нужно, чем что-то искусственное, там, или что-то, ну, восстановленное. Я слышала, что вы со своими пациентами, ну, особенно, конечно, с маленькими, очень много говорите на тему как раз-таки профилактики. И на тему, ну, буквально как объясняете, как почистить зубы, как делать это правильно и так далее. Ну, действительно, вот мы делаем чаще всего это неправильно или как? Ну, что такого почистить зубы? Взял щетку, нанес пасту и... Ну, нет, конечно, здесь должна быть правильная техника чистки зубов, которая поможет именно сохранить нам зубы и не навредить им. Потому что, когда приходит ко мне ребенок и приносит свою зубную щетку, и эта зубная щетка имеет распавшиеся щетинки, это говорит о том, что малыш настолько старается, что он просто травмирует эмаль. Поэтому ребенку очень важно показать и рассказать, как это правильно сделать, а родителям объяснить, какую именно надо щетку или средства гигиены подобрать ребенку. То есть, чтобы ребенок не травмировал эмаль, а помогал эмале расти и формироваться. Ну, вообще, насколько от щетки и от пасты зависит здоровье полости рта? Да. Достаточно выбрать что-то подороже, там, из известных марок, и, собственно, наступит тебе счастье? Ну, нет, конечно, мы обращаем больше всего на качество чистки зубов. Единственное, что, конечно, создаются новые щетки, допустим, гаджеты, которые прилагаются к щеткам, которые могут обучить ребенка, поощрить ребенка, заинтересовать ребенка, чистить зубы. Это щетки, которые вот тоже имеют сигнал, который предупреждает чрезмерному нажатию, чтобы не травмировать эмаль, есть такие щетки. Но ребенку нужно объяснить, родителям объяснить, что это значит, как этим пользоваться. Относительно паст, пасты должны тоже подбираться врачам-стоматологам, они должны соответствовать проблемам данного региона. Потому что есть пасты втористые, есть пасты без втористые, и пациенту нужно объяснить, или ребенку, или родителю, какая паста именно нужна для его ребенка. Потому что дети приезжают из разных регионов, очень много путешествуют и проживают в разных регионах России. Допустим, работая на Камчатке, они могут приезжать, как бы проживать в Самаре. Но региональные особенности везде разные. А у нас какие? Ну, все-таки в нашей воде, которая в Самарской области, практически не хватает достаточного количества фтора. Потому что норматив был 1,5 мг на литр, у нас 0,3 мг на литр. Это большая разница. Поэтому мы рекомендуем применять пасты от коренных жителей Самары именно с неактивным монофторидом натрия. Но учитываем возрастные особенности. Если для ребенка 500 ппм, то для подростка 900 ппм, то для взрослого человека 1500 ппм. Ой, ну это без доктора не разобраться самостоятельно. Да, конечно, здесь должен доктор объясниться. Елена Ивановна, вы начали буквально разговор с того, что львиная доля нашего здоровья, 50, по-моему, процентов, вы говорили, зависит от образа жизни, да? А что вы имели в виду все-таки? Чем я сейчас сталкиваюсь? Это малое количество приема воды, и, допустим, подростки предпочитают различные энергетики и лимонады, в которых содержится ортофосфорная кислота и начинаются жалобы с повышенной чувствительностью зубов. То есть подросток приходит с этой жалобой, и когда врач-стоматолог убирает налет, он видит так называемый первичный кариес. Иногда первичный кариес может быть в стадии белого пятна, на что не обращают внимания ни подростки сами, ни их родители. Это увидит врач. Ну и хорошо, мы сейчас про подростков говорили, а еще какие-то рекомендации все-таки взрослым людям для профилактики стоматологических заболеваний? Что еще необходимо нам соблюдать? Вообще возможно это, чтобы совсем уж не случилось никаких болезней? Ну, хотелось бы, чтобы так было возможно, и это было бы замечательно. Но вот взрослым людям все-таки бы я порекомендовала это тщательная гигиена полости рта, здоровый образ жизни. И порекомендовала бы, конечно, взрослым раз в полгода обращаться к врачу-стоматологу для профилактического осмотра. А для профилактического осмотра, а что еще вот для профилактики врач-стоматолог как раз-таки вот раз в полгода может еще сделать? Как-то обработать полость, наверное, да? Ну, есть ряд препаратов, которые помогают укрепить эмаль. И эти препараты очень востребованы именно, допустим, у жителей Самарской области или Самарского региона, как можно сказать. Вот так вот. Я еще не спросила вас, кстати, очень интересный вопрос. О чем свидетельствует неправильный прикус? Это только косметическая проблема? Ну, косметическая проблема у молодого человека, конечно, имеет такую главенствующую роль. В основном приходит с косметической проблемой. Но мама приводит ребенка, потому что она понимает, что здесь на первое место выходит функция. Все-таки прикус – это нарушение функции жевания. И здесь бы хотелось это устранить в более раннем возрасте. Потому что где-то до 25 лет организм компенсирует неправильную функцию, и вроде бы все нормально. После 25 или 30 лет организм отказывает в помощи, и начинаются небольшие дискомфорты. А вот после 45-50 лет, когда процесс становится необратимым, здесь уже появляются болевые ощущения, которые очень трудно чем-либо купировать. Поэтому правильный прикус – это залог будущего здоровья. Статистика говорит о том, что сегодня пациенты, когда идут в стоматологическую клинику, больше думают и переживают не о том, что будет больно, а о том, будет ли безопасно. Скажите, какое внимание уделяется сейчас этому врачам и стоматологам? Ну, вообще, наверное, безопасность человека в лечебном учреждении стоит на первом месте. Конечно, это такие понятия, как асептика и антисептика, такие понятия, как соблюдение чистоты. И очень большой арсенал в стоматологии применяется одноразовых средств, которые непосредственно как бы принадлежат только данному пациенту. Это вот и является как бы безопасностью человека нахождения в лечебном учреждении. Самое основное и главное. Ну, а с болью вы научились справляться? Вы знаете, относительно боли хочу сказать, что сейчас практически в стоматологии очень редко встречается острая боль. Только вроде бы с одной стороны это плюс, а с другой стороны все-таки это минус. Это большое количество фармацевтических препаратов, которые приглушают эту боль. И человек поэтому обращается к врачу не вовремя, а приходит уже в достаточно запущенном случае. Вот хотелось бы заострить внимание именно на профилактических мероприятиях, где врач увидит то, что не чувствует пациент, а лечить уже надо. — Благодарю вас, Елена Ивановна, за этот разговор. Надеюсь, что все мы будем приходить к вам только на профилактику. — Спасибо большое. — Увидимся ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин